Я забыла, что я записываю видео и влоги, и, как видите, делаю гель-лак, но, к сожалению, записываю не с самого начала, потому что забыла то, что я вообще снимаю. Наконец-таки пришла пора гель-лака, как же я соскучилась, вы не представляете, прям кайфую сижу. Сегодня также первый раз пробовала нарастить себе ноготок, кстати, получилось. То есть прикольно, мне понравилось, прям думала, будет сложнее, на самом деле нет, очень даже как-то легко, только единственное, долговато, конечно, это получается, поэтому я все-таки решила, ладно, пока не буду этим заниматься, как-нибудь потом, когда будет больше времени. Я не буду показывать, у меня тут на столе вообще просто бардак, куча всяких разных материалов. Только что я нанесла базу, базовое покрытие, гнец-таки его доделала, кстати, сейчас процесс пошел уже гораздо быстрее, в отличие от того, как я раньше с этим сидела долго. Вот такая вот любимая моя база от Унастронг, очень классная, крепкая, держит все прекрасно, и ноготки с ней получаются просто мега стальные. Вот, и сейчас пойду убирать себе какой-нибудь лачок. Так, выбор пал на лак из линейки Лайкер, наверное, так считается, 9 мл, оттенок 6242, он такой красивый, яркий, розовый, неоновый, и сейчас, конечно же, хочется уже каких-то таких ярких весенне-летних оттенков. Я уже пробовала лаки из этой линейки, мне они нравятся, хорошие, прекрасно носятся, кисточка удобная, и классно с ними работать. Так что сейчас буду носить, и потом покажу вам, что у меня получится. Посмотрите на этот потрясающий оттенок, лак средней густоты, и не жидкий, и не какой-то густой, и безумно удобно с ним работать, просто вот на раз, два, три. Смотрите, какой неоновый ноготок там сушится. Кстати, время уже 12 ночи, сегодня пятница, я вот недавно только посмотрела «Голос дети», естественно, отвлекалась, поэтому так долго. Лицо всё блестит, да, это всё комбинированный тип кожи. Давно не припудривалась, в последний раз это было где-то, наверное, в 12 часов дня, а сейчас уже 12 ночи. Сейчас доделаю маникюрчик, и потом буду ложиться спать. Ну, сначала покажу вам, что у меня получилось, конечно же. Так, вот, уже три ноготочка готовы. Сверху сделала вот такой дизайн, у меня, похоже, маникюр был летом, я делала его в салоне, вот захотелось снова такого дизайна, и, как обычно, налепила свои любимые стразинки. Я обожаю стразы в маникюре, для меня маникюр кажется неполноценным, если не будет каких-то страз. Очень люблю, они у меня держатся хорошо, поэтому вот так вот их закрепила. Очень я довольна результатом, ноготки, конечно, еще пока короткие, буду их отращивать. Вот, мне очень нравится. Наконец-таки снова гель-лак, конечно, смотрится очень круто, прям покрытие такое ровненькое, в отличие от обычного лака. И теперь вся эта красота будет хоть долго держаться, по крайней мере, могу ходить месяц с этим покрытием спокойно, потому что не первый раз себе уже делаю. Яркий розовый-неоновый оттенок, очень классный, сейчас хочется уже чего-то такого красивенького, свеженького. Делаем красивый кадр с флакончиком. Лак, правда, очень классный, такой вот прям сочный. Мне очень нравится эта фирма, я как-нибудь сниму отдельное видео на вот эти лаки, сделаю сводчики, и думаю купить себе еще каких-нибудь других оттенков. Хочется, знаете, чего-то такого прям вот сочного, яркого, летнего, поделать классные маникюрчики. На улице не очень-то и тепло. Сегодня какое число? 15-е, по-моему, апреля, сегодня суббота. Вот так уже тут все тает. В принципе, снега практически нигде нет. Я иду сейчас в континент, похожу там по магазинам, которые открыты. Я знаю, там золоточина открыта. И еще нужно будет зайти мне в перекресток, куплю там продукты, и потом потащу их домой. Я иду в куртке, в капюшоне, потому что мне холодно. Но на самом деле воздух довольно такой холодный. У меня бы голова просто замерзла без шапки. Хорошо, что солнышко светит. Если бы солнца не было, было бы невыносимо холодно. А так, в принципе, нормально. Я вот иду с телефоном, и у меня рука прям замерзла. Прям воздух ледяной какой-то. Все, в принципе, мне осталось идти минут 15. Там перейти дорогу, пройти вперед, и я в континенте. Только я нанесла блеск, но вам не видно будет, от Clorans. Масло для губ с блестками такое. У меня прям ветер в капюшон сносит. Вот уже вижу континент. Ну что тут есть? Карри. Там еще был магазин резервы, но он закрыт. Литуаль, по-моему, там еще есть. Книжный. И золо. Вот этот пороговый центр. Мы сюда с подружкой периодически заезжаем. В принципе, я вам его уже показывала. Еще есть подобный пороговый центр. Тоже континент, называется на Звездный. Там побольше, конечно. Там несколько этажей. А тут такой небольшой. Он, по-моему, трехэтажный. И на третьем этаже здесь всякий фастфуд. Еда. Нашла сразу золу. Сейчас здесь посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вот так вот она выглядит. Конечно же, нужно будет ее погладить. Люблю такой материал, якобы под кожу. Знаете, здесь такая мягкая кожа, очень мягкая, прям возникает ощущение, как будто бы это натуральная кожа. Безумно приятная, просто вот плюшевая юбочка. Сзади замочек, такие кнопки. И тоже, значит, здесь запасные материалы. Юбка тоже обошлась со скидкой 1000 рублей. И вот, посмотрите, сколько она стоила. Размер XS 42. Вообще, в магазине висело очень много вот этих юбок. Обычно, знаете, скидку делают на самый маленький размер. Мне обычно всегда в этом плане везет. А тут висело очень много таких юбок. Там был и размер M, и XL. Но вот, видимо, на эту конкретно модель была хорошая скидка. Тоже понравилось, как она смотрится. Крутая. В общем, эта юбка тоже на любой сезон. И осенью, и зимой всегда будет уместно и актуально. Дальше. Вторая юбочка. Вот такая вот интересная, знаете, под крокодильью кожу. Вот такой у нее крутой вырез спереди. Тоже длинная. Тоже спокойно можно будет пойти с ней на работу. Здесь кармашки под ремень. Отверстие. Переворачиваем. И сзади тоже смотрится классно. Такие вот здесь кармашки. Тоже очень мягкая, качественная. Никаких ниток также нет. Круто будет смотреться с блузками. Прям я уже предвкушаю, как пойду в этой юбке. Так, и смотрим на этикетку. 42 размер. Тоже 1000 рублей. Этих юбок висело меньше. Там, по-моему, было вот три. Эту я забрала, и еще остались две. Ну, тоже, согласитесь, классная юбочка. Прям отличный улов. Давно я не покупала себе юбки. Опять же, повторюсь, те юбки, которые у меня есть в шкафу 40 размера, они мне малы. У меня это юбки из Лав Репабрик, поэтому мне уже все. Нужен 42 размер, хоть где-то я поправилась. И последний вот такой вот шарфик, такого нежно-бело-бежевого цвета. Очень понравился. Мне как раз нужен был такой оттенок под куртку. Тоже стоил 799 рублей со скидкой. Вот такие вот размеры. Такой же мягкий, приятный на ощупь. Так что тоже завтра обновлю этот шарфик. В общем, вот такие вот удачные были покупки. Девчонки, забыла вам показать то, что я использовала для своего гель-лака, который у меня вот так вот получился. Так, этому гель-лаку уже третий день. Как видите, все отлично держится. Я прям до сих пор кайфую от этого дизайна и от этого потрясающего цвета. Не стала вам здесь показывать свой аппарат, которым я обрабатываю кутикулу и также лампу. Но это и так понятно. Вот покажу именно тот расходный материал, который мне понадобился. Значит, во-первых, моя любимейшая пилочка из моего любимейшего ногтевого магазина Paris Nail. У меня 180 грит для натуральных ногтей. Потрясающая пилочка. Стоит бюджетно. Я также маме покупаю такие пилки. Она тоже ее заценила. Дальше у меня вот такой вот розовый бафик. Полирую им ноготки. Все так же продолжаю обрабатывать кутикулу обычными вот такими кусачками. Не могу себя приучить к ножничкам. Мне как-то ими пока неудобно. И могу запросто просто ими порезаться. А это вот проверенный товарищ, который меня всегда спасает, выручает. И ничего я с ним не режусь. Всегда прекрасно срезается любая кутикула. Далее вот такой вот пушер у меня есть. Тоже отодвигаю им кутикулу. Очень нравится. И также вот таким пользуюсь кончиком, если вдруг нечаянно вылезла за рамки кутикулы. И надо подтереть какой-нибудь лак. Следующее, что у меня здесь есть, это вот такая вот баночка спирт для того, чтобы обезжирить ногтевую пластину. Затем вот такая вот стопочка безворсовых салфеток. Они постоянно в расходниках, постоянно нужны. И поэтому я покупаю, как правило, себе сразу много. Далее вот такие вот кисточки. Во-первых, у меня есть дотс. Им очень удобно цеплять стразы. Если, например, я хочу приклеить какие-нибудь стразики себе на ногти. Далее кисточки. Вот такая вот кисть моя самая любимая. По-моему, это из магазина FixPrice. Так как я пока не умею красить под кутикулой, поэтому я прокрашиваю все кисточкой. Поэтому получается, видите, вот так вот тоже классно. Как будто бы с эффектом под кутикулу. И вот такая вот кисточка. Ею я рисовала вот такие вот черные штучки. Ставила капельки. Тоже удобная. И тоже из магазина FixPrice. Так, не показала я вот такой вот праймер. Тоже обязательно всегда использую, чтобы не было отслоек. Затем использую Uno Strong. Одна из моих любимых бас. Достаточно густая. С удобной хорошей кисточкой. И мне она нравится гораздо больше, чем Uno Rubber. С ней работать гораздо удобнее. Она классно сама растекается по ноготку. Но, конечно же, нужно тоже учиться придавать красивую форму. Чтобы не было каких-то подтеков. Чтобы все было ровно. Без каких-либо бугорков. Но в этот раз, кстати, у меня получилось уже лучше. В отличие от предыдущих раз. Тут, конечно же, как я уже говорила, нужна хорошая практика. Чтобы классно делать самой себе. И чтобы это все выглядело как после салона. Поэтому моя любимая база. Вот эта вот Strong. Держится тоже намертво, как прибитая. Лак, который я использовала, это Liker. Классные бюджетные лаки. У меня вот такой вот оттенок. Это красивый розовый неоновый оттенок. Такой вот летний, потрясающий. Сейчас хочется уже весны, летом, на годках. Поэтому вот купила такой лак. И уже не первый раз тестирую. И меня все устраивает в этих лаках. Большая широкая линейка. Думаю, еще каких-нибудь цветов себе накупить. Следующее, что я использовала, это вот такие вот стразы. Мне надо, кстати, их рассортировать. Отобрать большие и маленькие. И перекинуть все это дело в отдельный контейнер. Я уже себе купила контейнер для всяких разных страз, бульонок и для прочего. Далее, вот такие вот бульонки у меня также имеются от марки Серебро. Металлические бульонки, такие вот маленькие. Их я всегда креплю, если делаю вот такие вот стразинки. Они позволяют дополнительно закрепить отдельные стразы и также удерживают их на ноготке. Вот так вот они смотрятся тоже миленько. У меня, кстати, все бульонки всегда держатся стойко-намертво. То есть здесь самое главное их правильно закрепить. И, кстати, все стразы я всегда закрепляю на Уна. До этого у меня была база Уна Раббер. Я крепила все стразы на нее. И сейчас Уна Стронг тоже креплю все стразы на эту базу. И держится все в течение месяца спокойно. Ничего не отваливается, не отлетает никуда. Мне нравится. Не надо использовать никакой клей, ничего другого. Все прекрасно держится на базу Уна. Конечно же, эта база стоит подороже. Она абсолютно не бюджетная. Но зато качество просто вот девчонки на высоте. Поэтому я бы всем посоветовала пользоваться именно базой Уна. Дальше использовала вот такой вот черный лак у меня есть. Для стемпинга, конечно. Но я использовала для дизайна. Я уж не знаю, насколько правильно использовать для дизайна ногтей лаки для стемпинга. Но мне понравилось. Красит классно. Без каких-то проплешин, без каких-либо полосочек. Получается действительно очень красивая, насыщенная линия, красивые оттенки. Тоже я осталась довольна этим лаком. Но почему-то стемпинг у меня с этим лаком пока не получается. Не знаю почему. Надо пробовать. Ну и последнее. Конечно же, закрепить нужно все топом от Grattol. Тоже мне нравится эта серия. Как праймер, так и топ. Тоже отличный бренд. Шикарно всегда все закрепляет. И тоже у меня любой гель-лак держится целый месяц. Без каких-либо сколов. Поэтому тут собрались мои самые любимые линейки для ноготков. Так что люблю этот процесс. И довольна я, что наконец-таки снова пошел гель-лак. Потому что, девчонки, на самом деле, это очень удобно. Да, ты можешь повозиться, сделать себе гораздо дольше этот гель-лак. Все равно гель-лак это очень удобно. Вот ты себе сделал маникюр, да, и спокойно там месяц ходишь, ничего не скалывается. Спокойно можешь мыть полы, мыть посуду, все что угодно. Все будет держаться. Обычно лак требует большей мороки. Он быстро скалывается, это мы все знаем. И, в общем-то, я рада, что снова, наконец-таки, сделала себе гель-лак. Но, конечно, я даю ноготкам отдохнуть. Не каждый раз я это делаю. Итак, девчонки, показываю вам свой новый электрочайник, который я купила недавно. Он идет от фирмы Dex. Надеюсь, я правильно прочитала. Если неправильно, то поправьте меня в комментариях. Вот такая вот модель. И смотрим основные характеристики. Корпус из нержавеющей стали. Мощность 2200 ватт. Содержит фильтр. Переворачиваем коробочку. Объем 1,7 литра. Цвет серебристый черный. И вот такая вот основная информация, если вдруг кому-то это интересно. Покупала я этот чайник в магазине DNS. И обошелся он мне в 1200 рублей. На самом деле я хотела купить себе какой-то небольшой чайник. Мне гигантского объема чайник в принципе-то и не нужен. И все-таки я выбрала чайник из нержавеющей стали. Меня, конечно же, очень привлекают электрочайники стеклянные. Конечно же, они визуально смотрятся красивее. У них потрясающая просто подсветка, которая, как правило, еще играет разными цветами. И в темное время суток это смотрится великолепно. Хочется прям, знаете, кипятить воду и смотреть, как она там булькает. И образуется вот эта красивая подсветка. Но все-таки я вспомнила наши предыдущие стеклянные чайники. У нас было два электрических стеклянных чайника. И оба эти чайника протекали. Конечно же, это происходит не сразу со временем, но они протекают. Если брать во внимание вот такие вот чайники из нержавеющей стали, они прослужат верой и правдой довольно-таки долго. И самый важный момент, они не будут протекать. А вот стеклянные чайники этим грешат, я думаю, не у одной меня. Поэтому я все-таки решила не брать стеклянный, а выбрала именно вот такой вот из нержавеющей стали. Хотела купить чайник от бренда Scarlett. На него тоже были хорошие отзывы. Но, к сожалению, его разобрали. Поэтому читала также по отзывам, выбирала на сайте ДНС и вот также выбрала именно вот такую вот марку. Отзывы, кстати, были довольно-таки неплохие. И вот таким образом выглядит этот электрический чайник. Нержавеющая сталь. Очень классный. Здесь подсвечивается вот эта кнопочка. Далее идет вот такая вот крышка. Откидная сюда мы наливаем воду. Крышка, кстати, удобная, хорошо работает. Надеюсь, тоже этот чайник мне прослужит верой и правдой долго. Предыдущий чайник у меня был от бренда Scarlett, по-моему. Он мне прослужил два года. В принципе, я считаю, это нормально, неплохо. Тем более, тот чайник я покупала вообще за 600 рублей в магазине Magnit. Этот, конечно, немножечко подороже, но все равно я считаю приемлемая такая цена. Вот такой вот здесь объем. Со временем чайник нужно протирать, потому что, да, вот тут вот остаются небольшие такие разводы. Это от пальцев, например, да. Вот, но это не проблема. Чайник из нержавеющей стали всегда отлично чистится, никаких проблем нет. Прекрасно вычищается также накид, который образуется внутри чайника. В общем, я довольна этой покупкой. Наконец-таки новый чайник. И мне он, кстати, не воняет пластмассой абсолютно. Несмотря на то, что здесь есть, конечно же, вот такие вот пластмассовые вставки. Ничего не пахнет пластмассой в процессе закипания воды. Чай не идет со вкусом пластмассы. Все прекрасно, мне все нравится. То есть вот пользуюсь уже больше даже недели и очень даже довольна. Такая вот проблема нависшего века. Под конец дня у меня все равно. Вот здесь вот подводка отпечатывается, но это только к концу дня. Так она держится у меня целый день. Никаких проблем. Но это я уже поспала немножечко сегодня после работы. Поэтому у меня уже все макияж, конечно же, поплыл. Пила сегодня опять себе сок. Вот такой вот любимый. На этот раз это цитрусовый микс. Не очень вкусный на самом деле. Лучше бы я купила какой-то другой. У него такой привкус, опять же, каких-то лекарств. Не знаю. Какой-то такой апельсиновый сиропчик на любителя, конечно. Ну, купила я, выпью. В последнее время я подсела на соки. Хочется постоянно пить. На улице уже теплеет. Становится жарко. И на работе постоянно хочется пить. Покупаю воду. Но все-таки такими соками лучше не увлекаться. Потому что все равно вредно. В составе очень много сахара. Это не есть полезно. У меня тут небольшой бардачок на столе. Также я заходила сегодня в магазин мини-лента. Также на кассе мне дали в подарок семена. Семена для выращивания, вырасти с ленты. Я даже не знаю, что здесь, что тут можно вырастить. Но, скорее всего, я этот пакетик отдам маме. Она, может быть, посадит что-нибудь и будет расти на балконе. Купила вот такие печеньки любятого. Шоколадный глазурь, кстати, вкусные. Но в ленте они вообще стоили 90 рублей. За такую пачку, как бы, это дорого. На самом деле, магазин лента, я не скажу, что он очень бюджетный магазин. Не знаю, конечно, как обстоят дела в гипермаркете. Но вот если брать во внимание мини-ленту, на самом деле, там дорого. То есть в перекрестке даже можно найти больше разных акций. Далее я купила вот такой шоколад. Кольпингольд, кокос, инжир и крикер. Не помню, я такой кушала или нет. В общем, взяла на работу с собой. Далее вот такие конфетки я открыла, тоже на работу брала. Затем купила вот такую вот слойку бельгийскую с грушей. Тоже вкусная, но вот такая слойка стоит 50 рублей. Представляете, вообще обалдеть просто. И также взяла вот такие вот кошачьи пакетики. Это я уже подготовилась на выходные. Это, конечно же, будет еще не все. Нужно будет купить сухой корм. Взяла Феликс с форелью пакетик. Далее с курицей. Затем утка со шпинатом. Интересный вкус. Это с лососем. Так, и вот здесь тоже, да, с лососем. Со вкусом трески. Такие вот пакетики Феликса. Феликс, кстати, хороший корм. У нас даже снежик его спокойно кушает. Вполне себе классный. Поэтому тоже будем кормить выходные котиков. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.